номер пятьсот двадцать пятый события дня опять у меня что-то не то здесь со двадцать шестая видимо лукаш 16 31 если бы кто из мертвых воскрес не поверят это за 21 5 2017 сегодня двадцать второе уже владимир демченко пишет у меня друг работает цеху где начальник у него и 10 коллег свидетелей угол и у него с ними все время стычки они пытаются его обратить свою сторону а он их свою православную но у него не хватает знаний последние прения у них были вокруг креста и столба он просил вас узнать какие места библии указывает на крест какой перевод верный и все что возможно вообще по ихнему учению и как с ними бороться эти как никого рядом нету спрашивает за тысячи километров я отвечаю бороться с ними ему не нужно они наглые и обречены как сыны дофана верона и корея чисто 16 глава это антихристы матфея 27 32 выходя не встретили одного кириньянина по имени симона всего заставили нести крест его крест они где крест поставили стол у них библии то нету они библию синодалию не признают а свою книжку написали какую-то иеретическую подделывается под библию и все что им нужно там другие слова ставили креста как огня бояться но иеретики понятно не все погибнут на эти особые иеретики они креста открыто бояться как огня и марка 5 15 21 и заставили проходящего некого кириньянина симона отца александрова ируфова идущего с поля нести крест его крест нести не бревно крест ну а хочешь узнать что такое крест но википедии заряди увидишь там кресты разные-разные но кресты это поперечина крест на крест сложил руки перекрестье дорог перекресток мы так и говорим перекрестье прицела даже это не понимает а что им доказать то если он слова не знает и они не только не знают научили по-другому а что такое крест пусть пояснят а какой перевод ну какой синодальный лучший в мире перевод а у них библии нету они его не признают евреям 12 2 взирая на начальника и совершителя веры иисуса который вместо предлежавший ему радости претерпел крест пренебрежь и постромлений воссел одесну и престола божия крест претерпел крест не столб крест иоанна 19 17 и неся крест свой он вышел на место называемое глобное по-еврейски голгофа но не будем называть лобное напишем долина или углубление все наоборот еще получится то матфея 27 40 и говоря разрушающий храм и в три дня созидающий спаси себя самого слитый сын божий сойди с креста сколько места писания считаем с креста и как моисей вознес змею в пустыне она что он вознес как вознес змея медная но возьми палку сделала из меди змею как ты повесишь если перекладины то нету ну поперечина то если нету ну никак на счет и у моисея там был крест марка 15 30 спаси себя самого и сойди с креста апостол павел галатам 6 14 а я не желаю хвалиться разве только крестом господа нашего иисуса христа которым для меня мир распятый я для мира не просто возьми крест свой страдания терпеть а крест господень господа нашего иисуса христа павел знал что-то крест не столб но еще доказать и докажешь им нет конечно а как ты докажешь никак ты сатане еще может доказать что покаяние спасительность смирение он слушать не хочет но тут одному отвечаю запись нашего разговора уже есть здесь показы римлянам 15 6 это вчера мы с сергеем козлом парализованным беседовали я говорю и я название дал ему дабы вы единодушно едиными устами славили бога за 21 мая семнадцатого года и показываю как это выглядит данная интернет на не знаю почему на 21 минуты 41 секунды звук исчез потом ваш появляется моего голоса так и не слышно но у меня нет дубля если можно то нельзя ли далее наложить запись голоса моего с вашего ролика на мой а потом не отдать полный а если не так то можете мне свой полный отдать а себе сделать как обычно делаете настоящий фильм с фотографиями и другое но может такое я модераторам скажу чтобы отрезали на этом месте но барахлит ли аппаратура и все мы беседовали с ним послушайте вот пишет ночью высота наталья мы с ней беседовали христос воскресе отец игнатий я не смогу приехать муж не против почему тогда если не может приехать значит от бога это с июня я перехожу на другой статус беженства у последнего ребенка нет еще загран паспорта у ребенка дошкольники все только внутренней предстоит много побегать с документами у второй дочери она наверное будут удалять гланды нет свободного времени с валентины поговорила с артицион она очень хорошая женщина по вере теплоя мы скоро должны переехать на другую квартиру по вере теплое это значит ни холодная не горящая на и определила так мы скоро должны переехать на другую квартиру обязательно приглашаю валентину в гости хотелось бы с ней поговорить и познакомиться поближе в живую они по телефону церкви было говорила со священником, принял меня за ненормальную, сына не захотел крестить правильно по канонам, сразу попросили деньги, 85 евро, а она дома сидит, не работает, да еще и купить крестик, и за свидетельство о крещении заплатить, и воду из дома должна принести, это я даже не понял, какую воду, все это обходится уже в 125 евро, я отказалась, и сказал мне, как учили его в семинаре, что он так и поступает, то есть вот Осиповская отрыжка тут и видна везде, это его ученики, хваты, горлохваты, и он деньги получает за то, что хорошо портит, в хорошей оболочке может давать, и когда считает, он дает, я гляжу, везде не договаривает, его никто не обречает, я на него не ухожу, он не договаривает, вот если бы вышел напрямую, вот можно было бы поговорить, и сидят, полный зал священников, и ни один не говорит, то есть они не знают, ну как вот на Афоне там поют ангелы, ангелское пение, а священник сидит и вот толкует, что, ну, людей там не было, закрытый храм был на замке, остается только или это ангелы, или демоны, а демоны петь не могут, и все слушают, ну как же не имеют, когда посчитаешь эти Авраамии и Марии, а демон всегда подпевал ему, да еще как пел, считай, поэму демон Лермонтова, сказал мне еще, что я говорю ему о Ветхом Завете, и десять заповедей Моисея для него ничего не значат, это поп говорит, это нормально, а самое поразительное, в этом приходе никто ничего и не хочет знать, только насмехается над моими словами, легче с мужем, говорит, сирийцам, чем скобы православным, наперед ничего не задумываю, много хочется, а угодно ли Господу Саваофу, остается только молиться и ждать, благодарю за ролики, они очень ценные для меня, желаю вам многое лето, слава Иисусу Христу за все, вот так желаю многое лето, это уже как прощается человек, я так понимаю, то есть на связь она больше не выйдет, а я никому никогда не выхожу вообще, вот сейчас начинает помаленьку писать, кто думает крещение принимать, приедет, ну и вот теперь показать наши ресурсы, тут будет их видно, вот первое, самое любимое у меня, мой мир, мой мир, как это выглядит, вот я здесь в шапке, там другое есть, там с голубем, это дубль модераторы делают для сохранения, а это вот так, и здесь почта есть, все, вот 10 июня, мне будет 78 лет, совсем рядом, 10 июня мы как раз с детьми уезжаем в деревню, и кому нужно поговорить по скайпу, старайтесь, ну вот эти, в эти недели войти, попроситься, если нужно, если нужно, вот, а из деревни там связи нету такой, только письма на чуть-чуть, второе, это у меня большой, очень большой православный форум, 1600 тем, вот кто-то зашел, так, и православный видеоканал открытым оком во свете Библии, у меня все 33 тома, называется открытым оком книги, и во свете Библии ответы, и во свете Библии называется и сайт, и форум, все, такое название во свете Библии, вот здесь показано, каждый день ставятся ролики, какие есть, ну и последнее во свете Библии православный библейский сайт, вот он здесь, я показываю его, и самое ценное здесь, это справа 4124 ответа по темам, и вот по темам 55 папок, по темам разбиты все вопросы, и вот сейчас я дальше продолжу, у нас о русском языке речь шла, о русском языке, вопрос такой, 2341, 10 том открытым оком, что помогло вам устоять, когда против вас шли статьи в религиозных журналах, когда я свой архиерей душил вас смертно, и что было бы, если бы вы их послушались и принесли покаяние перед ними во всем том, в чем они хотели одержать победу, то вопрос задают у меня в университете, а может по радио, где, ответ, полная наша доверенность Богу и Слову Его, отступить от Библии значило погибнуть, архиереи-то истинного православия не знают и не нюхали, они знают никоновскую реформированную кухню, а я зову их к апостольскому огненному служению, а они еще до пятой главы Деяния апостолов не досчитали и на второй главе не побывали, это я архиереем так отвечаю, патриарху, но разве он может так ответить, и он сам точно такой же, как они, нам очень сильно помогла наша стойкость, мы никуда не подвигнулись и всех все время поднимали на молитву, и о наших бедах знал весь мир, и Бог коснулся сердца нашего архиерея и совершило чудо, которое все еще по сегодняшний день продолжается, епископ наш сам встал за русский язык, меня гнали-то за то, что я говорил, что на русском языке надо Библию считать, богослужение, что не надо воевать, присягу принимать, но нет у меня никакой уверенности в нем, как и в наших двух батюшках, в то время в отце Акиме, отце Александре Желтухине, теперь живущем в Потеряевке, что епископ устоит и уже в уже достигнутом им, это давно отвечал-то, поэтому уже после этого тут и соединение, объединение, признание, потому что даже если будет объединение патриархии с зарубежным синодом, они в первую очередь сойдутся на 100% в обязательнейшем служении только на непонятном народу церковно-славянском мертвом языке. И вот тут все может снова повернуть вспять, если наша архиерея не возлюбит Библию, как любил раньше мертвый язык церковный. Похожий вопрос уже у меня отвечен в восьмом томе 2167 вопрос 30 января 1995 года. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Шлю вам Божие благословения. О, если бы оно образумило вас. Увидал пачку бумаги. Ну, думаю, наконец-то заставил Игнатия ответить. Читаю, читаю. Нет ответа. Новая ложь. Жидовское верещание. Ответьте, наконец, хоть на одно письмо. То есть архиерей получает письма, и я отвечаю, отвечаю как? Ну, согласно Слову Божию. А ему не это надо. Ему надо сломать и сказать, все, каюсь, раскаиваюсь и добивай меня. Предыдущее письмо я написал перед поездкой, и не успел отправить. Простите. Вы не понимаете ни меня, ни моего служения. И все беседуйте со мной, вымышленным вами. То есть я все думаю, что он понимает, а он, оказывается, ничего не понимает. Это вымысел мой. О делах и в других епархиях судите, не зная сути дела. Что же не знать-то? Даже отлично знаю. Если я получал в то время, интернета не было, 1200 писем в год, как мне не знать было? О делах в других епархиях судите. Письма на 12 страниц полно хвастовства. Примеры приводятся не по теме, а попутные. Какое хвастовство? Я сказал, что у нас читают Евангелие по-русски. Ну, сумели же мы это достичь. Это хвастовство. То есть нужно, чтобы мертвая, темная, непроглядная ночь. Когда патриарх Тихон умирал, последние слова были его. И будет ночь темная и длинная. Что он имел в виду? Темная и длинная. Какая ночь, если он в рай идет? Или он знал, что в ад пойдет? Непонятно. Но слова его печатают? Толкуй, как хочешь. Но праведники никогда не говорили. Они во свет Христов шли. Павел говорит, желаю разрешиться быть со Христом. А Христос есть свет. А здесь темная и длинная. Как будто говорил о том, что он погиб за то, что не руководил церковью, как должно. Предыдущее письмо я написал перед поездкой. Вот так. Пишите, что у вас по самовнушению полегчало на сердце. А ведь это способность, присущая бесстыднику. То есть, какие слова находил. То есть, я думал, что он архиерея за русский язык будет. Я же горююсь все тяжелее о вашей беспросветной прелести. Вот, а после все кончилось. Стал сам переводить. Это все до этого было еще. И мы ездили, останавливаясь на благовестие, благословляет. И ролики выставлены. Болит голова. Это он про себя говорит. Глаза, сердце, желудок. При всем при этом вы твердите, что я вас бью. То есть, у него болит голова. А чего она болит-то? Он моложе меня, в сыновья годится. Глаза у него болят. Сердце, желудок. У меня ничего не болит. Не знаю. Нигде ни в тюрьме не сидел. Не отбывал ни в психушках, нигде. И болит у него все. Что он сказал, и непонятно. То есть, что пожалел его. Ну, жалей себя сам. И не лезь в свару. Вы твердите, что это я вас бью. Ну, надо же, какое одолжение. Он подписал статью и мне соизволил прислать. Статью какую? А вот к истинному православию там написано о слове, которое сейчас я считаю. Нападает-то не на меня, не за то, что я блудник, убийца, грабитель, вор. Не за это. И что, еретик там? Нет за это. Если бы только мне, разве были бы угрозы прещения? Прещения, то есть, меня отлучить, батюшку запретить служение. Он прямо выговаривал эти слова. Прямо так и написано было. Ведь вы мне, я-то слышу, в глаза высказываете мне, гораздо более горькие упреки, ложь, претензии. Ну, какое, что народ-то? Вы тысячам разослали яд обновленщины. А, обновленцы были такие, и вот они на русском языке вели, никак. У меня Евангелие на церковно-славянском одно, на престоле, а у нас Библия на русском языке. Сколько сотен, уже тысяч я на своем горбу перетаскал, чтобы раздавать бесплатно Евангелие на русском языке? Не знаю, тысяч или нет, не знаю. Ну, я могу сказать, я перетаскал. Занятие было в сотнях мест и везде с полным рюкзаком. Сколько часов я простоял, проповедуя в храме, в школах, в тюрьме, в домах верующих и неверующих, проповедуя на русском языке. Вот самый говорит, как же вы можете свою ложь сдобрять выдержками из Писания? Да нет. Ну, ты говоришь на русском, а почему в храме-то не считаете? Вот говорит он везде, аминь, аминь, Евангелие проносил и на русском языке Евангелие давал. Да молодец, архиерей-то, его с другими не сравнишь. Он не серебролюбец. Прошу вас все же ответить на мой указ и прекратить свое многословие. Это не моя прихоть. Я должен исполнять церковные уставы с большой буквы. Я принимал архиерейскую присягу, то есть клятву давал – пасти овец. И только пастырским долгом продиктовано мое письмо, чтобы ваши приходы Барнаульско-Патриархиевские вернулись из заблуждения Горделевого. И сам первый прыгнул в московскую патриархию. Ой, какие он писал послания против патриархии, что там все ложь и лживость. И вдруг одним махом перескочил туда и всех потянул за собой. И теперь старые письма везде стирают, как будто бы не было. Они у меня сохранились. Так не письма. Это были воззвания его. Прямо настоящие воззвания. Отпечатанные. Рассылал он их. Заблуждение Горделевого. Себе не доверяя. Был в патриархии. Пришел в зарубежную. Теперь опять. У нас этого нет. Мы так и остались. В зарубежной церкви. Себе не доверяя. Не принял самостоятельного решения. Но обратился к собору епископов, стоящих в истине. Епископов, стоящих в истине. Это еще до разделения. Вы хвастаете встречами с митрополитом Виталием. И гневаетесь на меня, что я к нему хочу обратиться, как старшему, опытному, стяжавшему молитвенный дух. А потом сочнуть его сумасшедшим и будут арестовывать там. И все это будет здесь. Понятно, как? А наше отношение к митрополиту не изменилось. Я был, многократно молился. Вот я показываю его грамоту, мне присланную на проповедь, фотографию. Это все хвалишься. То есть не показывай. Не показывай. Ну как не показать-то? Хвалящийся хвалий с Господом. Встречами с митрополитом Виталием. Это не просто встречи. Мы вместе и завтракали, и обедали, и ужинали, и вместе молились в храме. И когда я проповедовал где-то там, не знаю, где город какой, Сакраменто или что, так он быстро сходил на сцену, на подиум, брал у меня микрофон и говорил, вот я говорил, говорил вам. А вот наконец-то человек, приехавший, говорит то же, что я, и радостно садился. Было ли у него так? Да могу сказать, не было. Потому что вы живое слово загубили. У вас нету огня, соли-то нету. Как вы считаете себя стоящим в истине и постоянно противоречите сами себе? Непоследовательные, хвастливые, гордые. Мне говорят, вот вы только оставляете там что-то, когда о вас говорят хорошо. Ну что я считаю, это кто знает? Никто не знает. Это в книге помещено. Ну то есть ложь. Те, которые обвиняют меня в том, что я делаю только то, что хорошо говорят. Ну хорошо ли он говорит? И говорит то он, ни одного слова здесь правильного-то нету. И он отойдет от этого. Он тут огневается. Он гневливый очень был. Гневливый. Но я ему вину не ставлю гневливый. Так он разгневается, прямо готов поломать все. Но все прошло, больной. Теперь на покое. Нас принимал хорошо. Мы у него ночевали. Благословение. После этого уже, после этого. Как можно муку переписки с вами, не отвечающими, передергивающими, считать прихотью? Ну, это рождение с высшего человека, если нет, он ничего не понимает тогда. Не было бы заботы, боли за вас. Разве бы я вызывал ваш огонь на себя? Это мой огонь. Что я за русский язык. Если бы не забота о церкви с большой буквы. Какая сила меня заставила бы согласиться на епископство? Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Все сам сделаю. Сам сделаю все. Заставила согласиться на епископство, которое лишило меня всего. Не знаю, с чего оно лишило его. Что только может приносить от отдых, от рады, успокоения на земле. Ведь я добровольно всего лишился. А вы по трафарету шпарите. Вот и ложь на ложь. Образумьтесь! Восвязательный знак. Владыка Даниил, зная наизусть, греческий подлинник. Какой? Наизусть. Греческий. Но это слова одни. Ничего он не знает. Греческий подлинник. Может быть, один стих переведет и все. Я разговаривал с этими знающими-то. Он не может перевести три стиха подряд даже. Это, видимо, на греческом. Дал исчерпывающую справку. Старобрядцев. Старобрядец. Кто из младых что имел добавить, высказались. Мнение выразили без голосований, которое вообще не практикуется на соборе. Может быть, бывает, когда в исключительных и подходящих случаях, то есть стопроцентное что было, а потом отдельно высказать несогласие. Вот такой у них путь-то. Путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. То есть на русском, на понятном языке, Павел, буду говорить. Какая истина-то, когда написано? Если не на понятном, то ты чужо-странец. Неоднократно архиереи оставляли свое мнение, если пусть и самый младший предлагал свое мнение более верное. Видишь как, про себе оставлял. Но еще они узнавали. Про добавку к символу был разговор в Потеряевке еще до того, как я услышал ее на богослужении. То есть Духа Святаго Господа истинного. И вы, или отец Аким, сказали мне, что, мол, в округе и на месте усадьбы были старообрядцы, что и сейчас они есть в общине, поэтому есть просьба оставить истинного. Я обещал вынести этот вопрос на собор и выполнил обещание. Вы мне ставите это в укор. Нечестно, неверно, по-коммунистически. Да как же с вами дело иметь? Не по сей ли причине, многие прекращают переписку с вами. Об этом вы сами говорили. Какую переписку, с кем, не знаю. То есть все собрать, и вот епископское какое отношение. Вы же не отвечаете на письмо, делаете пристрастный критический разбор. Критика полезна, пристрастие греховно. Переписка без слышания неприятна, бессмысленна. Ну, сам же и напал на меня, а теперь бессмысленно. Серьезный вопрос. Сможете ли вы заставить себя слышать и понимать окружающих? Я хотел узнать, почему предыдущее письмо вы писали, как и не мне, а придуманному оппоненту. Но вы мне в ответ то ли иронии, то ли похвалу пустую. Гамалиила еще помянули. Писал я, что вы выхватываете кое-что по личным соображениям. И в ответ, вы, не делая анализа своим письмом и статьям, отпутболиваете эту празу против меня. Ваше слово, традиция, в большинстве случаев, видится как гроб, как старое обрядчество. Это я ему написал. Но ведь традиция – это начало и конец воспитательного процесса. Традиция. Женщины в брюках стоят традиции. Да никогда в русском народе не было это. Мужчины все бритые. Ну, где эта традиция-то? Трынькаю это ничего нет. Это я сейчас добавляю. Это перечень и состав книг, вошедших в Библию. Это канон, не традиция он захватил. Это частная и общественная молитва. Тоже не традиция. Так указано, молитесь. Это частная и общественная молитва. Это религия. А религия вообще Бог не оставлял. А веру в себя. Религия – это все, что отличает человека от животного. Это память человечества, соединяющая его с Творцом. Только искаженное нововведение, отступничество, входящее в привычку. Есть порочная традиция, от начала же не было так. Ну как, Никон принес реформу какую? От начала так было? Раскол-то произвели кто? Сторковники? Никон. И про это я говорю. Христос обличает парисеев не за сохранение традиции, а за подмену их заповедью. Так. А вы подменили. И вот здесь я говорю, почему выбросил Никон слово Духа Святого Господа Истинного? Он на это-то не отвечает, потому что так и считает. Да, Дух Святой не истинный. Это унижение, оскорбление. Если не хула на Духа Святого. В вашей же интерпретации, когда традиция вам не нравится, тогда это гроб. А если нравится, то взять ее можно где угодно. И из сундуков старообрядцев имя, которое вы в нужном для вас случае употребляете, как страшное ругательство. Страшное ругательство, старообрядчество. То есть на одном месте не проповедуют. И что тут не понимать-то? Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба, говорит, вообще отнимает разум. Нил Синайский. Это я говорю. Ваша тема-то о смирении беспроигрышная. Да и поиздеваться позволяет над ревнителями Христовой истины. Это я ему отвечаю. Да, тема беспроигрышная. Это первая заповедь блаженств. Без первой ступени других не одолеть смирение. Без смирения христианства не существует. А может быть, лишь обман антихристианства. Смирение – это сущность, явление в мир Спасителя. Каким иезуитским способом можно противопоставить ревность о Христовой истине? Смирению. Первой христианской добродетели. Только искази в истину. Гордость в любом случае – это искажение преступлений. Потому гордому Бог противится, смиренным же дает благодать. Вот он не может выйти из темы. А все остается. Народ-то ничего не знает. И он еще не знает, что они предпринимают. После этого перекинется на сторону патриархии. И разобьется на тринадцатью резиксы старообрядчества. А он бьется-то за что? Это все придет на него в дальнейшем. Но отношения наши сохранились. Он после этого приезжал. А теперь делает вид, что нас никогда не знал. Вообще не отмечает. Пересмотра, положения, прекращения, перекрещивания. Вы можете добиваться лишь одним путем. Вновь заставить меня поставить этот вопрос перед собором. Пока мне ни в коем случае не допускать своеволия. То есть они портят, мочат, а ты не имеешь права управлять. Нет. То есть сам моченый. Мы ему предлагали. Прими крещение. Правильно это. Это все от тебя отойдет. Правило вам такое. Крещеных обливанием с троекратным возливанием воды и призыванием имени Святой Троицы не перекрещивать. Вот это да. Вот это мы получили. То есть он не крещеный. Крещение означает погружение. Он будет их возливать на них за деньги. А ты не трожь их. Люди плачут. Некрещеные. Особые случаи представлять на мое усмотрение. Не надо. Все отошло. Это мнение, которое может изменить только равный или больший собор. То же самое русскоязычие. Меня этот вопрос касается больше вашего. Однако недостатки не устраняются, а усуглюбляются беззаконием. И свое мнение я не считаю правилом, превышающим соборное определение. Он грозился, но ничего не сделал. Не запрещал. Приехал потом на собор. Был на занятиях у меня в университете. У него все изменилось. И вот писатель Черкасов Георгиев. И он говорит. Непонятно, как братья Лапкина так сумели сделать, что архиерей стал за русский язык. То есть он все переменил. Все. Он против патриархии воевал. Ужасно как. И все. Отошло, как будто никогда не было. Я его ни в чем не обвиняю. Но так было. Посылать в Потеряевку людей на проверку и для закалки. Идея не моя или ваша, или отца Акима. Приехал некий человек. Просил послушания. Посылаю к вам дать полные характеристики с печатью. Не имею права, не знаю человека. То есть, а заключенный приехал, он его нам сунул сюда. Курит. Вам подавай испытанного и проверенного. Да нам зачем подавать-то? Мы не просим этого. В такой помощи не нуждаюсь. У себя пристраиваю всех по возможности. Хотя и трижды уже обкрадывали. Ну, что он похвалился. Трижды его обкрадывали. У нас ни разу не обкрадывали. Они со стороны жулики приезжают. Впрочем, до того, как вы определитесь, кому подчиняетесь, своей ли вы или церкви, которой я принадлежу, я принадлежу, то есть зарубежной, у нас не будет никаких взаимоотношений. Навязываться вам не желаю. А вы никак не можете остановить своего потока подозрений, что какая-то корысть в моей опеке над вами – это моя обязанность. Неужели вы допускаете мысль, что совершенный компьютер, в который очень легко вести программу с заповедями Божьими и церковными канонами, будет правильнее отвечать на вопросы, чем простец христианин, имеющий сердце сокрушенное и видящий все множество своих грехов. По вашим писаниям это так, епископ Евтихий написано им 17 января 1995 года, а я в Америке был июнь-июль 1992 года. Конечно, в компьютер, если заведено, туда обращается, в Википедию, он тоже против этого, то есть компьютера у него не было, и он, а теперь в интернете сидит. Не хочется комментировать, чтобы не задеть в тщеславие епископа, тем более, что он серьезно болен, я сейчас отвечаю. Конечно же, простец, знающий только свои грехи, он пенек неотесанный. Он глуп и ничего не ответит, а компьютер за себя абсолютно точный ответ. Архиереи страшно боятся образованного народа и жмут на испыть и причастие. Им абсолютно претит видеть кого-то в знании рядом с собой, а уж если кто-то вперед вырвался, то и по смерти такого будут проклинать. Псалом 36.10, это дальше все я отвечаю на его письмо. Еще немного и не станет нечестиво, посмотришь на его место и нет его. То есть был епископом, и никого уже ничего нету, и не права рукополагать, ничего нету. Но, повторяю, мы остались благодарны ему. Он 13 лет у нас был епископом. Нам здорово помогла эта неразбериха с объединением, сплошная катавасия, им пока не до нас. Потом они и с нами начнут снова разбираться, откручивать голову. А пока что там неразбериха между собой. У нас как раз среди этой туманной истории с объединением и вышли все труды книги. Теперь уже все позади. И мы молимся, чтобы только не умерло начатое пробуждение. Я люблю математическую точность, чтобы вызвать удивление и страх. Насколько мудро, выверено, прочно, когда все видимое – скоротечный прах. Насколько буквы в священное писание рассчитаны на главы и стихи. Для красоты наш череп скрыт под волосами, фиксирует рекорды у блохи. Все наши кости, жилы, плоть и кровь подсчитаны, занесены в реестры. Уменьшена молекулу, и тем разверзнешь ров, и на бессмертной легко поставишь крестик. Один Господь, Он и Его восущий. У нас одна душа бессмертная и тело. И жизнь всего одна – стон на навозной куче. Их нужно сохранить, проект войти умело. Три на земле, и три всегда на небе, Отец и Сын, и Дух Святой вовеки. И этот Бог дал Библию не требы, вершат историю герои, не калеки. Подсчитано количество святых, конечно, не по спискам, в жерегистратуре, следы беспутные погибших и слепых, молитву воскуряющих и тех, кто курит. Нам три окна, Варварина, известны, евангелистов четверо, остальные ложны. Одна Христа, Голгофа, к ней доберется честной. Там два меча, навек заправленные в ножны. Святут однажды вечные цветы, осемененные евангельской вестью. Из них нам мачты, дивные кресты, пыльцо и слово опыленный крестик. Нам семьдесят отпущено годов, неплохо бы еще добавить семь. Но со скалы Орел подняться, ввысь готов. Мы отойдем. Но как? Когда? И с чем? 30 июля 2004 года. Вот это только один ответ на один вопрос. Думаю, что сегодня хватит. Сейчас спрошу, кто с нами до конца. Кто-то тут был. Я вот вижу тут, кто не знаю. Сергей Игнатов здесь или ушел? Ну-ка кто-нибудь заговорите, чтобы я знал, что не зря я тут говорил. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. О! Ну вот все, вы слышали. Ну что, я собираю только положительное себе? Так это я выставляю в интернет. Притом в книгах это уже 14 лет. И поэтому обвинения против меня все до единого ложные. Ну, а обманные. Воюет он не против меня, а против русского языка. А теперь сам переводит. Так что, храни вас Бог. До свидания. Ушел. Продолжение следует.